МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотни тысяч туристов, экзотические морепродукты, мягкий климат и десятки крупных инвестиционных проектов. Приморье сегодня переживает подъем. Наследие холодной войны советской эпохи, ослужившие свой век атомные подводные лодки, многие годы оставались главной опасностью для экологии всего региона. Еще недавно, в кризисные 90-е, бухта-разбойник могла стать последним пристанищем для сотни затопленных реакторных отсеков. Многие из них долгое время оставались невыгруженными. Никто же не думал, что придется куда-то девать реакторы, куда-то девать жидко-акивные отходы, куда-то девать твердые отходы, куда-то что-то с пистой, куда-то что-то утилизировать. Об этом никто не думал. Блоки очень долгое время находились в воде, начинали ржаветь, могли нанести урон экологической безопасности регионам. Чтобы спасти от экологической катастрофы уникальный Приморский регион, здесь, на месте ветких зданий, на берегах бухты-разбойника Исосоева, для переработки и вывоза радиоактивного наследия Советского Союза, при участии Росатома, построили современный центр Дальрау. Уникальную площадку для безопасного хранения реакторных отсеков, а также цех для их очистки и покраски. Я читал прессу, периодику, которая выходит местная, упорно называют объект Дальрау, центр по обращению с твердыми радиоактивными отходами, и тот центр, который строится, могильником. Почему? В 2000 году мы приняли береговые технические базы Техьянского флота, на которых производилось хранение радиоактивных отходов. И исторически, в те далекие времена, это был такой сленг «могильник». Сегодня это далеко не могильник, это предприятие по утилизации, хранению и дальнейшей отправке за территорию Приморского края радиоактивных отходов. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Отработавшее ядерное топливо, или коротко, ОЯД, извлекли из реакторных отсеков, списанных атомных подводных лодок, еще несколько лет назад, и полностью вывезли из Приморья. Остались только низкорадиоактивные отходы. То, что так или иначе контактировало с очагом ядерной реакции. По сути, это и есть в основном реакторные отсеки. Вот нужно снять внешнее загрязнение, тогда его безопасно транспортировать. То есть это уже при любых контактах радиация не будет расползаться. Реакторный отсек – самый большой объект среди радиоактивных отходов. Он находится в средней части подводной лодки. По бокам два полых понтона. Обеспечивают плавучесть всей конструкции. Из-за непосредственной близости к ядерному процессу корпус реакторного отсека имеет пусть незначительное, но все же излучение. Для радиоактивации его помещают на длительное хранение до тех пор, пока радиационный фон металла и придет в норму. Работа имеет важное значение для экологии не только России, но и всей планеты. Именно поэтому участвуют в проекте многие страны. По международной технической помощи японская сторона нам предоставила плавучий док, который позволяет нам уменьшить время утилизации блоков реакторных отсеков. Два портальных храна, буксир для транспортировки этого дока. И построили нам на японские деньги современный цех очистки и окраски блоков реакторных отсеков. Подготовка реакторных блоков к утилизации – дело не только ответственное, но и физически сложное. Трехотечные блоки в полторы тысячи тонн поднимают из воды на плавучем доке и выкатывают на стапель. Это целая спецоперация. На суше отпиливают боковые поплавки, их чистый металл уйдет на переработку. А вот блок реактора предстоит подготовить к долговременному хранению для приведения излучения к норме. Радиоактивное излучение от всей конструкции незначительное, поэтому в целом мы находимся вполне на безопасном расстоянии. Металл бывшего реакторного отсека сначала зачищают до блеска, покрывают антикоррозийным слоем и затем наносят специальный защитный состав. И только после этого отправляют на площадку длительного хранения. Минимум 70 лет. На данной этапе у нас 0,17 микрозиверт. А норма какая-то? А космический фон 14, 16, 17. До 20. На площадке длительного хранения сейчас 43 реакторных отсека. Еще 6 готовят для покраски. А часть конструкций все еще ждут своего часа на воде. И какое-то количество позже доставят с Камчатки. А вот слухи о поставках в Приморье радиоактивных отходов из Японии дезинформация предупреждает руководитель Дальрао. Статья 31 190 закона нашего, который запрещает ввоз любых радиоактивных отходов, ядерных отходов на территорию Российской Федерации. Япония финансирует нас только по закупке высокотехнологичного оборудования для строительства регионального центра, которое будет перерабатывать уже на разных физических принципах те радиоактивные отходы, которые у нас сегодня есть. И уменьшать в разы объемы этих радиоактивных отходов. А Япония это зачем? Ну, вы видите, море общее. Безусловно, после Фокусимы радиофобия в Японии существует, поэтому они волнуются и о состоянии здесь, на территории Приморья. Значит, в каком плане, так сказать, у нас существует вот эта радиоактивная обстановка. И, безусловно, финансируя, а это большие деньги, это более 1 миллиарда рублей. Это на центр кондиционирования? Это на центр кондиционирования более 1 миллиарда рублей для строительства этого регионального центра, который позволит также освободить нагрузку на бюджет Российской Федерации. Программа по ликвидации списанных атомных подводных лодок Тихоокеанского и Северного военно-морского флота СССР берет начало с 1993 года с подписания соглашения между Москвой и Токио. По нему Япония софинансирует проекты на Дальнем Востоке. На севере, в Мурманске, основной наш партнер Германия. Также в числе стран-участниц Италия, Канада, США и Великобритания. Общие инвестиции зарубежных партнеров в российские объекты, построенные для утилизации радиоактивных отходов, почти 2 миллиарда долларов. В том числе и на эти средства в Сайдогубе в 2017-м был запущен современный центр кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов стоимостью полмиллиарда евро. Там настолько современная техника, что я даже не мог представить, хотя работал в атомной промысле, что она такая существует. Этот объект позволил, по крайней мере, военным, бывшим военным базам освободиться от большого количества радиоактивных отходов. В Мурманске после постановки на длительное хранение реакторных отсеков, образовавшийся за время работ по утилизации низкорадиоактивный сопутствующий мусор, спецодежду, металлические бочки и пластмассы, различные элементы оснастки, резину и почву сначала перерабатывают в специальном центре Севрау, а затем вывозят на дальнейшую утилизацию. С такой же проблемой предстоит справиться и в Приморье. В рамках экологической миссии в Приморье строится центр кондиционирования и долговременное хранение радиоактивных отходов. Это будет современный центр, где радиоактивные отходы сначала будут сортировать, позже сжимать в объемах, в некоторых случаях в 10 раз, затем уже привозить к нормальному состоянию и вывозить из региона. То оборудование, которое сегодня на севере, это пример для того, что мы здесь должны смонтировать, поставить и начать работать на этом оборудовании. Но у нас будет более современное оборудование в нашем центре. В Приморье уже начали очищать от радиации соленую морскую воду, что в мировой практике редкость. Он может работать в очень соленых средах с большой жесткостью. То есть спокойно работает в воде, которая по солености аналогично морской воде. То есть соленость превышает 30 грамм на литр. Для этого используют уникальный сорбент. Изобретение ученых Института химии Российской Академии наук. По эффективности в мире ему нет равных. Мы когда берем раствор, который загрязнен морской водой, в морской воде, цезия более чем достаточно природного, стронция более чем достаточно, кальция более чем достаточно природного. И вот на фоне этого природного количества элементов нужно извлечь селективно именно радионуклид. Нужно извлечь стронций, но не трогать кальций. Специалистами Дальрау в Приморье уже очищены более 10 тысяч кубов жидких радиоактивных отходов. Но не только их. Реабилитировано более 16 тысяч квадратных метров территории. Кроме этого, с нулевых годов и по сегодняшний день в Дальневосточном центре по обращению с радиоактивными отходами утилизированы 64 атомных подводных лодки, три судна атомного технологического обслуживания и две аварийные подлодки, которые теперь не представляют никакой опасности. В общей сложности из региона вывезено радиоактивных веществ с излучением 198 миллионов кюри из 201 миллиона. И хотя по уровню излучения опасного мусора в Приморье осталось немного, всего полтора процента от прежнего уровня, физические его объемы огромные – 40 тысяч кубических метров. Поэтому именно сейчас важно завершить начатую еще в 2000-х годах генеральную уборку региона от радиоактивного наследства холодной войны. В Приморье – место притяжения туристов российских, да и зарубежных. Строятся мосты, дороги, порты – все то, что в конечном счете сделает жизнь людей комфортнее, а главное – безопаснее. Именно поэтому так важно обеспечить и радиационную защиту региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова